Добрейшего дня! Меня зовут Максим. Вы смотрите канал Заквариц. Итак, по многочисленным просьбам продолжим рассказ и сагу про бетон перед нашим домом. Если помните, на первом ролике была только залита вот эта секция, а сейчас нам залили вот все, что должны были залить. Давайте вам покажу качество, чтобы было все ясно. Вот такой вот здесь стык у нас, а здесь сбоку, видите, все прямо у нас здесь литое. Вот, собственно говоря, бетон уже был готов в тот же день, когда его залили. Буквально через два часа все застыл. Посмотрите, насколько идеально. По технологии здесь делают дороги, пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, отмостки для парковки машин перед дворами. Вот это фирменная американская фишечка. Они не используют здесь бордюрный камень как таковой, крайне редко его используют. А используют вот такую технологию, когда получается вот такой вот закругленный, я сейчас профиль сниму, чтобы было ясно. Видите, вот такой вот закругленный вот отлив делают и с одной и с другой стороны. То есть такое чувство, что это как будто монолит такой вот промышленно сделанный, но все идеально. Здесь вот в шов они что-то такое специальное ставили, видимо, из расчета того, что бетон еще будет усыхать, будут какие-то наверняка деформации. Ну вот это вот, то, что здесь отлили вот у нас, этого, я думаю, хватит на ближайшие сто лет. То, что качество бетона, конечно, ну просто нереально, я вообще не могу понять. То есть вот, я видел то, что в Москве льют, вот, и вот это. Это такое чувство, что бетон с марса, наверное, не знаю. Может быть, конечно, в Москве бетон разводит на слине моче. Я склонен к этой версии. Вот. По расходам и стоимости вот этих работ. Вот смотрите, вот это вот все, вот это все, обошлось в штуку баксов. Вот это вот. Вот это вот обошлось в штуку баксов. Качество просто нереальное. Качество просто, просто, просто нереальное качество. В связи с этим бетоном, у меня до сих пор в голове крутится вопрос относительно сочинской олимпиады. Многие, наверное, в курсе, сколько обошлась дорога в Сочах. Вот. То есть, у меня недоумение. То есть, это же до какого уровня должно дойти уродство в стране, чтобы делать говеную, блин, дорогу, еще под нее списывать бабки. То есть, опять же, я очень хорошо знаю ситуацию с дорожными работами в Москве. У меня там работал в этой области бизнеса один не столь близкий знакомый, который рассказывал поразительные вещи. Как он старался продавать одну машину щебенки на три различных завода, которые производят асфальт. То есть, машина заезжала на территорию завода. Там встали отметчику, что разгрузилась машина со щебенки. Он ввез свою машину в следующий заводик. Там такая же происходила история. И, соответственно, машина продавалась по нескольку раз. Ну, все были в курсе, все были в теме, все пилили эти деньги, и все было замечательно. Ну, вот по этой схеме работает практически вся дорожно-укладочная структура в Москве. Но, я думаю, в других городах такая же история. Опять же, ни для кого не секрет, что дорожными делами в Москве занимаются определенные диаспоры, то есть, кавказские диаспоры. Это тоже не секрет полишенеля. Асфальт кладут, стараются положить таким образом, чтобы на следующий год полностью разрушился, чтобы опять денежку списать. То есть, получается такой замкнутый круг. Единственный выход из положения, это, видимо, расстреливать чиновников, которые сидят на этом бизнесе, и приглашать, ну, я не знаю, ну, рабочих из Мексики приглашать. Смотрите, вот это вот, видите, качество. Видимо, только Мексика поможет России. Укладывать дороги никто другой. Вот. Соответственно, жду ваши комментарии. Постараюсь сегодня еще снять видео. Ух, жарко у нас здесь. У нас сегодня жара, наверное, 30 градусов. Вот на солнышко вышел сейчас. Фух. Ух, ужас. Надо сейчас опять на синерчик убираться. Вот. Короче, постараюсь сейчас снять еще несколько видео. Поэтому пишите комментарии. Я регулярно на них реагирую. Вот. Ну и хорошего дня. Удачи!